Уроки по изучению Библии Третья глава послания к филиппийцам начинается со слова «лойтон». Это многозначное слово, и в разных версиях Библии трактуется по-разному. Впрочем, «и так», «наконец», «в заключении» специалисты в древнегреческом языке указывают, что лойтон может выступать как связка, то есть вводить новую мысль и в качестве такового иметь общее значение «в общем», «вообще», «в остальном». Они отмечают, что Павел использует форму того же слова в филиппийцам 1.13, где оно является частью фразы «всем прочим», и в 4 главе 3 стихе, где оно переведено словом «прочими». В некоторых переводах это слово переведено «наконец» и «в заключении». Однако тем, кто удивится, найдя это слово в самой середине послания, можно сказать, не забывайте, что послание к филиппийцам – это неупорядоченный трактат, как некоторые письма Павла, например, послание к римлянам. Это личное письмо, а в таких письмах автор перескакивает с одной темы на другую, не заботясь о том, чтобы письмо было оформлено по всем правилам. Посмотрите на него иначе. Личное письмо – это как визит друга. К вам когда-либо приходил друг, который вставал, говорил «до свидания», шел к двери, и еще полчаса стоял там и продолжал разговаривать. Как бы мы ни истолковывали слова «впрочем, братья мои», ясно одно – Павел воспользовался ими, чтобы подчеркнуть, что дальше последует нечто особо важное. «Впрочем, братья мои», пишет он, «радуйтесь в Господе», филиппийцам 3 глава, 1 стих. Тема радости пронизывает все письмо Павла, повторяясь вновь и вновь. Павел раньше говорил о радости в 1 главе, в 18 стихе, во 2 главе, в 17, 18 и 28 стихах. И теперь он снова призывает своих читателей «радуйтесь». Слово «радуйтесь» употреблено в настоящем времени, что предполагает радость непрерывную. В 3 главе, 1 стихе, апостол делает важное добавление. «Радуйтесь в Господе». Возможно, Павел хочет сказать, что какие бы несчастья ни сваливались на филиппийцев, они в Господе и поэтому всегда имеют основание для радости. Олег Мотьер пишет, что Павел имел в виду. «Находите радость в нем». В какой бы ситуации вы ни оказались, у вас есть основания радоваться, если вы в Господе. Возможно, вы потеряли все имущество или деньги. Возможно, вас оставил муж, жена или дети не оправдали ваших надежд. Возможно, у вас пошатнулось здоровье или вам стало тяжело ходить. Вы все равно в Господе и поэтому радуйтесь. Эван Миллоун пишет, нельзя все время радоваться дню зарплаты и хорошей погоде, но христиане могут всегда радоваться Господу. Тесные отношения с Христом – несомненный факт в жизни христианина. Уильям Баркли называет эти отношения основой нерушимости христианской радости. В другом своем послании Павел подчеркивает, что ничто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Это послание к римлянам, 8 глава, 38 и 39 стихи. В свете контекста можно также предположить, что Павел хотел сказать «радуйтесь только в Господе». Некоторые радовались тому, что они сделали, но желанием Павла было, чтобы его читатели радовались только Господу и тому, что сделал он. Мы еще вернемся к теме радости, но кружным путем. Велев своим читателям радоваться, Павел добавляет следующие загадочные слова. «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Это стих 1-2 часть. Я называю эти слова загадочными, потому что мы не знаем наверняка, что он подразумевает под словами о том же. Он мог ссылаться на предыдущее письмо к филиппийцам, в котором он обсуждал аналогичные темы. Не все письма, написанные вдохновенными мужами, сохранились до наших дней. Юджин Питерсон перефразирует это предложение так. «Я не прочь повторить то, что писал в предыдущих письмах. Итак, приступим». Павел мог ссылаться на предыдущие слова «радуйтесь в Господе». Он не прочь повторить это назидание. Смотрите 4 главу, 4 стих. В современном переводе сказано «писать вам одно и то же мне не доставляет беспокойства». Если филиппийцы будут искать радость в Господе, то они не станут полагаться на себя, о чем Павел собирался говорить далее. Павел мог так предварить следующие слова «берегитесь псов». Кроме того, Павел мог так предварить следующие слова «берегитесь псов». Слова о том же могут относиться к более ранним предупреждениям относительно тех, чьи мотивы и действия были неправильными. Такие предупреждения мы находим в 15, 17 и 28 стихах 1 главы. К чему бы ни относились слова Павла, мы можем из них почерпнуть, по крайней мере, то, что в повторении основополагающих истин нет ничего плохого. С повторением можно перестараться, но в определенном объеме оно необходимо. Как известно всем родителям и учителям, повторение – мать учения. А повторение духовных истин, говорит Павел, еще и назидательно для слушателей. В этом ваше убежище и защита, как говорится в переводе слова «жизни». Во втором послании Петра в 1 главе в 12 и 13 стихах Петр пишет «Поэтому я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием». К сожалению, некоторые бывают недовольны. Перестаньте учить нас одним и тем же старым истинам. Мы хотим чего-нибудь новенького и свеженького. Павел наперед знал, что такое произойдет, и поэтому во втором послании Тимофея в 4 главе в 3 и 4 стихах он пишет «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Мелоун пишет, что современные слушатели, извращая мысль Павла, находят отсутствие новизны и постоянное повторение тяжким и утомительным для себя. И добавляет, если мы рассказываем людям о Евангелии, то новизна здесь ни при чем, и главным вопросом должен быть не новое ли оно, а истинное ли это. Мы, учителя и проповедники Слова Божьего, должны прилагать все усилия к тому, чтобы старая-старая история всегда была новой, с более глубоким пониманием текста, свежими иллюстрациями и, может быть, даже с наглядным материалом, схемами, таблицами, картами. Однако мы не должны уступать давлению со стороны желающих слушать новое Евангелие. Павел говорит об этом в послании к Галатам в 1 главе в 6 стихе. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовою, так скоро переходите к иному благовествованию». Давайте будем неустанно проповедовать основополагающие истины, ибо это укрепит и обезопасит наших слушателей. Павел наставлял молодого проповедника Тимофея «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием» 2 Тимофею 4.2. Маршал Кибл замечает, что «вовремя и не вовремя» означает, когда они хотят слушать и когда не хотят. После позитивных моментов в предыдущих наставлениях стих 2 звучит почти шокирующе. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь лжеобрезания». Это, наверное, самое негативное высказывание в этом письме. Резкое изменение тона вместе со словом «впрочем» заставляет некоторых сделать вывод, что послание к филиппийцам составлено из фрагментов нескольких писем, но в поддержку этой гипотезы нет никаких внешних свидетельств. Мне нетрудно понять это смещение тональности. Сначала Павел писал о людях, которых он любил, но потом его внимание переключается на тех, кто может навредить им. Если вы очень любите кого-то, то также сильно будете противодействовать любому, кто может нанести ему или ей вред. Я вспоминаю мою маму. Если бы вы увидели ее, она показалась бы вам маленькой, мягкой, источающей любовь женщиной. Однако, доложу я вам, если бы кто-нибудь вздумал угрожать ее близким, она превратилась бы в яростную маленькую фурию. Миллоун отмечает, в этих стихах письма не меньше любви, чем в более мирных и спокойных отрывках. Если в вашем доме случится пожар, вы очень вероятно станете кричать на тех, кого любите. Экстремальная ситуация требует экстремальных мер. Кто же представлял угрозу для духовной безопасности филиппийцев, которых так любил Павел? Некоторые думают, что это обращавшие в свою веру иудеи, но большинство считает, что это иудействующие учителя. Говоря об иудействующих учителях, во втором послании к Коринфянам Павел использовал схожую лексику. Мы читаем во втором Коринфянам, 11 глава, 13 стих. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов христовых». Иудействующими учителями были иудеи, которые стали христианами, но по-прежнему держались закона Моисея и учили, что христианам нужно исповедовать иудаизм. О них мы читаем в Деяниях в 15 главе, в 1 стихе. «Некоторые, то есть христиане из иудеев, пришедшие из иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по закону Моисееву, не можете спастись». В этой же главе, в 5 стихе мы читаем. «Тогда встали некоторые из фарисейского учения, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисея». Апостолы и другие руководители собрались в Иерусалиме, чтобы обсудить этот вопрос. Читаем мы с 6 по 29 стихи 15 главы Деяний. Их решение должно было уладить это дело. Вдохновенные мужи, по сути, сказали, язычники не должны совершать обрезание и соблюдать другие обряды и ритуалы Моисеева закона. Это 24, 28 и 29 стихи. Но как трудно избавиться от глубоко укоренившегося предубеждения. Об этом напрямую говорит письмо Павла к Галатам. И косвенным образом письмо к римлянам во 2 главе в 28 и 29 стихах. У нас и сегодня есть люди, которые пытаются навязать христианам части Моисеева закона, например, соблюдение субботы. У Павла были все основания считать эту ересь опасной для церкви в Филиппах. Возможно, это открыл ему Святой Дух. Возможно, он почерпнул какую-то информацию в последней весточке из Филипп, той самой, из которой Епофродит узнал, как филиппийцы беспокоились о нем. Скорее всего, Павел просто знал о неизбежности того, что некоторые из тех, кто настаивал на соблюдении закона, рано или поздно появятся и там. Во всяком случае, он использовал практически все возможное оружие своего лексического арсенала, чтобы предупредить своих читателей. Поставьте себя на место Иудея, и вы поймете, как ужасны были его слова. Павел начинает «Берегитесь псов» в первой части 2 стиха. Если для вас собаки – это избалованные домашние питомцы, то это совсем не то, что нужно себе представить. Вспомните лучше псов, которые бродят по восточным городам, бездомных, беспризорных, питающихся отходами и отбросами на улицах, грызущихся между собой и нападающих на прохожих. Слово «псы» в Писаниях всегда употребляется в уничижительном смысле. Это и второзаконие 23.18, и первое царство 24.14, и четвертая книга царств 8 глава 13 стих, и много других мест. Здесь мы видим некоторую долю иронии. У раввинов была поговорка «Народы мира, то есть язычники, это псы». Но Павел оборачивает ее против них самих и называет псами этих иудеев, то есть христиан, не порвавших с иудаизмом. Затем Павел велит своим читателям «Берегитесь злых делателей». Это также записано в Филиппийцам 3 главе 2 стихе. Лжеучителя наверняка считали себя добрыми делателями, но апостол говорит, что они делают зло, потому что стараются навязать язычникам то, чего Бог от них не требует. Они виновны в прибавлении к Его слову. Об опасности этого предупреждает книга Откровения 22 глава 18 стих. Далее Павел предупреждает филиппийцев «Берегитесь лжеобрезания». По-гречески это «кататомен». Филиппийцам 3 глава 2 стих – последняя часть этого стиха. В оригинале здесь использована игра слов. Греческое слово со значением «обрезание» употреблено в 3 стихе. Это «перитоме». Это сложное слово, состоящее из приставки «пере» вокруг и основы «томе», то есть «резать». В стихе 2 Павел заменил приставку «пере» на «ката», что значит «полностью, целиком». И в результате такого изменения это слово перестало обозначать обряд обрезания и стало указывать на членовредительство, которое практиковали язычники. В других переводах вместо «лжеобрезания» мы читаем «отрезание», «увечье тела», «членовредительство» и так далее. В греческом Ветхом Завете в Септуагинте форма «кататома» используется для описания того, как пророки Ваала кололи себя ножами и копьями. Это Третья книга Царств, 18 глава, 28 стих. В самом обрезании, как добровольной медицинской практике, нет ничего плохого. Но когда люди пытаются навязать его христианам в качестве обязательного религиозного обряда, Павел назвал это «членовредительством». Акт обрезания не имеет духовной ценности. Апостол говорит галатам, ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Послание к галатам, 5 глава, 6 стих. И еще. Обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. 1 Коринфянам 7,19. Большинство из нас видели предупреждающие знаки. Внимание, дорога закрыта, осторожно, моста нет. Если мы игнорируем такие знаки, то на свой страх и риск. Павел, по сути, говорит филиппийцам. Внимание, осторожно, берегитесь. Лжеучителя могли быть хорошо одеты. Они могли быть убедительными ораторами, хорошо знавшими Ветхий Завет. И все же Павел называет их псами, злыми делателями и лжеобрезанием. Он говорит нам, берегитесь. В третьем стихе Павел продолжает. «Ибо мы – те, кто воистину обрезан», как сказано в современном переводе. Слова «воистину» в оригинальном тексте нет. Павел просто говорит «обрезание» – это «мы». Термин «обрезание» относился к иудеям, но апостол на самом деле говорил «сегодня мы, христиане, – это истинные иудеи, истинные дети Божьи». Ранее он писал к римлянам во 2 главе, в 28 и 29 стихах. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Обрезание было знаком заветных отношений, данных Аврааму и его потомкам. Так говорится в книге «Бытие», 17 глава, с 9 по 14 стих, а также книга «Исход», 6 глава, стих 7. «Сказать «мы» обрезание» было все равно, что сказать «теперь мы, христиане, являемся Божьим заветным народом». Мы – новый Израиль Божий, мы – наследники обетования древнему Израилю. Здесь можно посмотреть такие стихи. Галатам, 6, 16, Римлянам, 9 глава, с 24 по 26 стихи, 1 Петра, 2 глава, стихи 9 и 10. Заявив, что христианин воистину обрезан, Павел приводит три особенности тех, кто воистину обрезан, чье обрезание в сердце, как написано в послании к Римлянам 2, 29. Во-первых, они служат Богу духом, говорится дальше в третьем стихе. Текст оригинала, согласно подстрочнику «Духом Богу служащие» представляет собой определенную трудность, о чем свидетельствует разнообразие в переводах. Вот что говорится в разных переводах. «Служащие Богу духом», «Духом Божьим служащие», «Служит Духом Божьим», «Служит Богу через Дух». «Поклоняющиеся в Духе Божьем» и еще один перевод «Служим Богу, как наставляет нас Его Дух». Если слово «Дух» написано с маленькой буквы, то Павел, вероятно, говорит о том же, о чем говорил Иисус в Евангелии от Иоанна 4, 24. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Можно совершать правильные действия во время поклонения, не имея при этом правильного Духа. В таком случае фактически никакого поклонения не происходит. Если слово «Дух» пишется с большой буквы, то Павел мог подчеркивать руль Святого Духа в нашем поклонении. Мы должны поклоняться в соответствии с указаниями Духа, открытыми нам вдохновенными мужами. Святой Дух помогает нам в молитве, о чем говорит послание к римлянам 8 глава 26 и 27 стихи, которая является центром нашего поклонения Богу. К тому же праведность, мир и радость, которые производит Дух в нашей жизни, римлянам 14-17, вне всякого сомнения способствует нашему поклонению Духам. Поклонение в Духе – это не харизматическая практика некоторых современных религиозных групп. Излишества многих подобных богослужений противоположны тому достоинству, с которым должно проходить поклонение, о чем мы читаем в первом послании к Коринфянам 14 глава 40 стих. Только все должно быть благопристойно и чинно. Какая бы ни была использована здесь буква, строчная Д или прописная, большая Д, главное здесь глубокая духовность христианского поклонения. Павел противопоставляет надежду лжеобрезания на плоть, то есть плотский ритуал, и упование истинного обрезания на Дух, на Духа Святого, духовное поклонение. Во-вторых, Павел говорит, что обрезанные истинным обрезанием хвалятся Христом и Иисусом. Лжеучителя гордились своими ритуалами и обрядами, а мы хвалимся тем, кто умер за нас. Тот же слово Павел употребил в послании к Галатам 6.14. А я не желаю хвалиться разве что крестом Господа нашего Иисуса Христа. Мы хвалимся не тем, что мы сделали, а тем, что Он сделал для нас. И в-третьих, Павел говорит, ибо обрезание – это мы не на плоть надеющиеся. В контексте это может означать, что мы не надеемся на плотский обряд обрезания. В переводе слова «жизни» эта фраза переведена не полагающаяся на что-то внешнее, но на внутреннее, на Дух. Мы, люди, всегда склонны возлагать надежду на то, что можно увидеть – выдающихся ораторов и учителей, хорошо разработанные планы работы, обустроенные места собраний, множество народу на наших богослужениях, большое количество крестившихся и на все то, что мы способны осуществить. Все это может нас подвести. Сегодня оно с нами, а завтра его нет. Надеяться мы должны на непоколебимое и на неизменное, на самого Господа, как говорят стихи из 4 по 11. Я согласен с Жаном Кальвином, который писал, что полагаться, то есть надеяться на что бы то ни было, кроме Христа, значит надеяться на плоть. Матьер отмечает три характеристики истинного обрезания, как аспектов истинной религии, направленных кверху, вовне и внутрь. Кверху, ибо мы служим Духом Божьим, вовне, ибо мы хвалимся Христом Иисусом, и внутрь, ибо мы не на плоть надеемся. Я сказал, что мы вернемся к наставлению Павла радоваться. Вот мы и вернулись. Радуйтесь в Господе. Что бы ни случилось, радуйтесь в Нем и только в Нем, а не в плоти. В следующей беседе, которая будет проходить по третьей главе стихи из 4 по 11, мы сделаем краткий обзор жизни Павла и увидим, почему он радовался в Господе. Перед тем, как завершить сегодняшнюю беседу, позвольте мне пояснить, как мы с вами становимся частью тех, кто воистину обрезан. Текст нашей следующей беседы подчеркивает, что мы делаем это по вере, как сказано в 9 стихе 3 главы, не сомневающийся и в послушной вере. В своем письме Колоссинам Павел в это не сомневающееся послушание включает также и крещение. Колоссинам 2 глава с 11 стиха. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещение. В нем вы и совоскресли верой в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Если вы еще не выразили свою веру и надежду на Христа, покорившись крещению, погружению в воду, сделайте это как можно скорее. Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки.